Друзья, всем привет! Ну, в принципе, у нас ничего такого особенного нового нету. То есть, сегодня в 21.00 ждем выступления Пауэлла. По мне, так 60 на 40, что оно будет не слишком агрессивное. И да, он расскажет о рисках, расскажет о том, что поднимается ставка. На 50 базисных пунктов огласит, что ставка будет подниматься еще по мере необходимости. Ну, всякая такая дежурная риторика. Самое для нас главное, будет ли он что-то говорить про продажу активов с баланса. Скорее всего, не сейчас. То есть, жесть особенной не ждут. Она может быть немножко позже. Это первое. Но риски инфляции действительно растут. И он об этом обязательно будет говорить, что надо взять инфляцию под контроль. Мне кажется, что риск того, что рынки напугаются, меньше, чем то, что уже заложили в общем-то в планы и в котировки. Поэтому скорее рынок на этом деле может немножко и подрасти. Это первое. Второе. Я бы обратил внимание сегодня на золото. Золото довольно сильно просело. И возможно, если Паула не слишком всех испугает, золото может тоже подрасти. Ну, то есть, как бы понятно, что сильная инфляция для золота плюс. Ну, а антиинфляционные меры очень жесткие. Естественно, минус. Ну, и последнее это котировки нефти. Смотрите. Стало известно, что эмбарго на российскую нефть, скорее всего, будет введено. Частичное, понятно. Потому что кроме Евросоюза есть еще много кто. Но оно будет введено, скорее всего, все-таки через полгода. По этому поводу нефть немножко успокоилась. Но тут нужны подробности. Поэтому ждем шестой пакет санкций. И, естественно, думаем о том, каких банков все это коснется. Боюсь, что очень многих. И SWIFT, и SDM санкции, и так далее. Так что не все спокойно в датском королевстве, к сожалению. Ну, и какое сейчас, чертова мать, вообще спокойствие. Но, тем не менее, думаю, что мировые рынки могут сегодня неплохо и к концу дня порасти. Еще раз. Если Павел всех не напугает. Ну, и смотрим, следим, что происходит дальше. Потому что очень много каждый день новых событий. И наши российские ответные антисанкционные меры. Опять же, надо ждать больше конкретики. Ну, и расконвертация, которая должна закончиться, по крайней мере, по ряду эмитентов в самое ближайшее время. Так что, есть о чем поговорить. Друзья на связи.